Всем привет. Продолжаем кампанию за Советский Союз в моде Black Eyes. Остановились мы в середине 36 года. Сейчас надо будет сразу посмотреть, что у нас там с этим, со второй пятилеткой. Там какие-то какие-то непонятки у нас есть с углем. Так, июль. В общем, вторая пятилетка у нас идет вроде как более-менее сейчас нормально. 25 тысяч тракторов, я думаю, мы сделаем. Вот, сейчас еще можем перепрофилировать монгольскую промышленность на производство тракторов. Конверсия тракторов в танки, но это пока нам не надо. С танками у нас вроде как проблем пока что нету. Да, две тысячи танков у нас есть. Проблема тут у нас... Вот в Саратове до хрена надо бы фабрик строить. И там Саратов. В Саратове. Да, нам надо здесь... Так, Саратов, может быть, можно как-то еще одновременно здесь построить? Только можно так сделать. О, кстати, да, мы можем в Саратове сразу два строить, получается. Можно даже три, получается, строить. Мы еще можем военный заводик здесь поставить. Во! Это фича или бак? Интересно, что в одном регионе можно сразу несколько сооружений строить. Так, вот с углем, там сейчас это, с углем сейчас... Там у нас всего 15 его... Производится у нас 407 единиц угля. Ну окей, нам там еще этот чел... Как его? Лазарь Каганович еще 10% добавит, да, к добыче. Но это же не панацея будет. 660... 400... Ну это, короче, ну 450 у нас будет с Кагановичем добываться уголь. А где нам еще его взять? Где нам еще надыбать уголь? Может... Может по фокусам там что-то есть интересное. А, вот кстати... Может нам надо было идти не через пропаганду коллективизма, а через позитивный героизм, чтобы выйти на стахановское движение. Стаханов, он же вроде уголь добывал. Хотя здесь коэффициент добычи ресурсов плюс 2% всего. Объем производства плюс 5%. Не, это не то. Нам что-то другое надо по фокусам. Что-то еще должно быть по фокусам на добыче угля. О, вот уголь. Так, ну окей. Плюс 20 еще угля. Плюс 20. Плюс... Плюс... Плюс 22. Плюс 22 единицы угля. Ну плюс там еще технология. Там вот это вот еще. Сколько она дает? Плюс 7% коэффициент. Ну вообще, вообще по идее, может быть даже мы и вырулим. Выполним этот показатель второй пятилетки. Возможно. Вот еще можно же построить инфраструктуру, апнуть где мы добываем уголь. А где мы его добываем? Вот здесь, допустим. А, кстати, там же по этим можно по фокусам тоже апнуть инфраструктуру. Так, вот в Харькове, да, у нас уголь. А где эти... Донбасс там? Донбасс это же не Харьков. Донбасс это вот здесь, да, вот здесь тоже уголь. А нет, это не уголь, это руда железная. А что, в Донбассе уголь не добывают что ли? Ну вот в этой, в Ростовской области, вот в районе Миллерово. Короче, нам надо апнуть инфраструктуру. В Миллерово. В Миллерово, Харьков, Черкассы, Одесса, Воскресенск. На Урале у нас пока что не особо... Ну вот, Южный Урал, Магнитогорск, Пермь. Сейчас посмотрим, где там есть у нас по фокусам. И Владивосток. Так... Инфраструктура у нас... Вологда... Что это такое вообще? Платоуст, Воронеж, Ульяновск, Эрингелес. Это нам не надо. Короче, это нам придется еще инфраструктуру строить походу. Самим. Потому что по фокусам тут ничего такого интересного нету. На инфраструктуру именно. Так, да, сейчас в этой серии еще будет... Начнется гражданочка в Испании. Нам надо развернуть больше авиации перед стартом. Чтобы мы могли... Чтобы мы могли больше отправить авиации. Вроде как... Если я не ошибаюсь, то вроде как чем больше у нас авиация развернута, тем... Тем больше мы ее можем отправить добровольцами. Хотя... Хотя, может, все уже поменялось. Возможно, все уже не так... Как раньше. Сейчас еще транспортники. Кстати, нам надо сейчас... Закинуть с наблюдения транспортниками. Они далеко летают? А не, они сюда не долетят. У них дальность всего 860 км. Не достанут они с этой базы. Просто я думал, типа, закинуть снабжение в этот регион, где у нас постоянные пограничные конфликты с Японией проходят. Потому что здесь снабжение у нас не идеальное. Вот. Пока что мы здесь в пограничном конфликте не участвуем. Но, скорее всего, когда будет конфликт на озере Хасан, мы будем участвовать. И если снабжение будет хреновое, то... мы можем проиграть. Вот. А так, с самолетами, если бы... могли бы закинуть снабжение, это было бы... круто. походу... походу... походу не судьба. О, 1200 км. Ну, 25 самолетов всего. Туполев Ант 6. По идее, должны достать они. Пятая колонна. Сейчас. Сейчас, минуточку. Сейчас, с пятой колонной мы разберёмся. Сейчас только я это... Пятая колонна. Преследование врагов народа, тех, кто хочет повернуть вспять или подорвать революцию, является постоянной политикой с момента прихода коммунистической партии к власти. Последовавшая за этим внутренняя борьба за власть сместила наше внимание, и чистке самих партийных рядов стало уделяться больше внимания после изгнания Троцкого. Сталин сделал себя иконой, но ценой наживания множества реальных и бесчисленных воображаемых врагов. Будучи свидетелем самой ужасной внутренней борьбы за власть, генеральный секретарь склонен действовать по малейшему подозрению. Исключение из партии означает тюремное заключение или смерть. Темные времена ждут тех, кто проявляет нелояльность или просто слишком большую лояльность, чтобы казаться заслуживающим доверия. Связываются ли еще Зиновьев и его приспешники с Троцким? Сталин получает черту. Экстремальная паранойя. Прирост политки минус 7, стабилка минус 5. Начинается национальный дух. Большая чистка. По 6750 врагов народа в неделю мы будем расстреливать. И стабилка минус 10% еще дополнительно. И в неделю еще минус 0,4. Короче, из-за большой чистки у нас стабилка будет падать, но... Зато мы очистим наши ряды от врагов народа. Это хорошо. Так, кстати, сколько у нас транспортников всего? Транспортников у нас 125, да? Где-то еще он у нас есть. Ну, кроме вот этих... Которые... Не очень хорошие. Еще 200. Во! Можно сюда. Иностранные добровольцы к нам прибыли из Доминиканской республики. 50... 50... Настоящих коммунистов. Кстати, там вроде фашисты сейчас во власти. В Доминиканской республике. Ну да, Рафаэль Трухильо. Как там в США, говорили, по-моему, про него. Это сукин сын, но это наш сукин сын. Тур-де-Франс 1936 года прошел. Сейчас... Сейчас стартует уже война в этой... В Испании. Сантьяго, Касарес, Квирога. А, да. Развернуть авиацию. Так... Ох, нихрена у нас штурмовиков. Полтора косаря штурмовиков. 500 истребителей. Тысячи истребителей. Вот это мощь. Как там... А, вот так вот, изи. Просто тысяча штурмов. Ну, наземная атака 5, но... Пойдет. А где у нас эта авиабаза-то? В Энгельсе, которая должна быть хорошая. А, в это время тут еще авиабазы вообще не было. Это, видимо, ее потом, уже после войны построили. Ну, типа, одна из основных авиабаз. Советского Союза и Россия и Евангельсе. Где еще авиабаза у нас хорош... Хорошечная есть... Хорошечная авиабаза. Чтоб косарь истребителей можно было развернуть нормально. Чтоб они не толкались. Ну, короче... Вот здесь и здесь. А, еще легкий бомбер у нас есть. В запасе. Так, да, и там еще у нас надо... О, 35% как раз прямо. Тютелька в тютельку. Кто там у нас... Эффективность. Друговая миссия. Дипломатическое давление. Перевороты. Начать по готовности. Сейчас политку пофармим. И потом будем бустить... Потом будем бустить фашизм. Ой. Фу, ты какой фашизм. Это мне уже этот Гондурас. Бустить коммунизм в этих прибалтийских странах. Потому что нам нужно там... Чтобы их включить в состав Советского Союза, надо, чтобы там были коммунисты у власти. Ну, нормальные ребята, короче. Гондурас покидает Лигу нации. Короче, Гондурас тоже такой же, как вот эти все. Тут реально вот это... Латинская Америка это просто какое-то гнездо фашизма. Они тут все за Италию. Они тут все поддерживают Италию. Типа, в знак протеста из-за того, что... Лигу нации ввела санкции против Италии. Вот, типа. У них, типа, традиционные дружеские отношения с альпийской страной. И поэтому они, типа, в знак протеста они все, типа, покидают Лигу наций. Это реально какое-то логово фашизма в Латинской Америке. Тут вот еще либерасты есть, которые тоже фашистов поддерживают. Вот эти всякие... Тут единственный... Единственный... Лучик света посреди всей этой фашистской нечисти это вот Боливия. Где коммунисты пришли к власти. А так... А так все капец. Все остальное это просто тьма. Тьмущая. Так, стоп. А где у нас окошко дипломатии? Ля, я только сейчас заметил, что у нас дипломатии нету. Стоп, реально дипломатия? Вместо дипломатии международный рынок просто и все. А где посмотреть, сколько стран в мире фашистские стали? Сколько стран там какие-то там еще там по идеологии? Австрия и Германия подписывают соглашение. Австрия и Германия подписывают соглашение, которое установило полный суверенитет Австрии и признало ее немецким государством. Пакт, который рассматривался как значительный шаг на пути к воссоединению Германии, также обязывал Австрию проводить политику, соответствующую интересам Германии. Внешнюю политику. Взамен Германия пообещала уважать независимость и суверенитет Австрии. Соглашение, подписанное канцлером Австрии Куртом Шушнигом и министром иностранных дел Германии Иоахиемом Фон Риббентропом, включало положение, в котором говорилось, что каждое правительство будет рассматривать внутриполитические условия другого как внутреннюю проблему и не будет оказывать никакого прямого или косвенного влияния на их решение. Это соглашение было оценено обеими странами как ценный вклад в мирное развитие Европы. Однако многие страны отнеслись к соглашению с подозрением, рассматривая его как возможную прелюдию к германскому экспансионизму. Подписание пакта было встречено протестами Чехословакии, Югославии и других стран, опасавшихся усиления оппозиции Германии в Европе. Ну да, звучит тревожно на самом деле. Да, кстати, я ошибся, тут в Латинской Америке не один лучик света, а два лучика света. Еще Парагвай тоже прямо в центре Европы, в центре Латинской Америки, вот есть два таких лучика. А посреди, а вокруг, а вокруг просто мрак. Просто мрак царит реально. Ну, либерасты они тоже все подхрюкивают фашистским выродкам. Поэтому я говорю, тут только два нормальных государства получается в Латинской Америке. Вот, а сейчас получается никак не посмотреть вообще статистику по миру. Получается, дипломатию они вообще убрали. Ну, эту кнопку дипломатии из меню они убрали из топ-бара. Просто раньше можно было сортировать страны там, где они находятся, типа в Европе, там какая там идеология, там по каким-то еще параметрам можно было. Сейчас уже все, типа. Сейчас так уже не сделаешь. Или может я что-то не знаю, может это можно сделать. У нас энергосистема на полную мощность работает. Миссия военно-воздушных сил Советского Союза прибыла в Прагу. Важным событием стало то, что миссия Советских ВВС прибыла сегодня в Прагу в рамках Советско-Чехословацкого Договора о Взаимопомощи. Этот договор был подписан в мае прошлого года и сегодняшнее прибытие знаменует собой конкретный шаг на пути к его реализации. В состав миссии в состав миссии входит группа экспертов советских ВВС, которые будут тесно сотрудничать со своими чехословацкими коллегами в целях развития возможностей ВВС последних. Чехословацко-советский договор о Взаимопомощи рассматривается как контрмера растущим военным амбициям нацистской Германии и ее союзников. Договор предусматривает взаимную военную поддержку в случае любой внешней агрессии против любой из двух стран. С прибытием миссии советских ВВС сотрудничество Чехословакии и СССР в военной сфере приняло ощутимую форму. Эксперты обеих стран будут работать вместе над повышением возможностей чехословацких ВВС, которые являются важнейшим компонентом оборонного механизма страны. О! Так, 16 июля, да, у нас? Стартуем 16 июля. Гражданская война в Испании. В Испании разразилась гражданская война. Несколько генералов, стремящихся свергнуть нынешнее правительство в Мадриде, выпустили воззвание, и большая часть испанских вооруженных сил откликнулись на их призыв к оружию. Эта правая националистическая фракция заняла большую часть Испании, включая заморские территории. Левые силы и добровольцы из других стран сплотились вокруг республиканского правительства, полной решимости сопротивляться путчу до последнего вздоха. Битва за Испанию началась. Что это будет значить для Испании? Что? Конечно же... Федерико Линарис... Мануэль Портелло. Конечно же мы примем участие в СИЭМ-мероприятии. Прошу... Прошу без нас не начинать. Пять авиакрыльев мы можем отправить им. Крест-дивизий. Окей. Кто у нас поедет в Испанию? Кто у нас поедет в Испанию? Константин... Константинович Рокоссовский? Рокоссовской? Как раньше говорили на Савковом. Рокоссовской. Рокоссовской. На древневатном языке. Но он... Но кстати он и так прокачан нормально, поэтому... У нас еще Конев, да, по-моему? Конев, это вот это? Смирно! Нет. Конев. Где Конев? Блин, не все как-то... На одно лицо. Вот Иван Конев. Ванька. Ваня Конев. Конев. Вот его можно прокачать на танке. Прокачаем мы Конева сейчас. В этой самой... В той самой... Испании. Так, легкие танчики. Легкие танчики. Ну это гарнизонные какие-то дивизии непонятные вообще. А есть какие-нибудь более... Так, ладно, эти пусть... Здесь пока стоят. На границе с самураями на всякий случай. А, ну это вообще хрень какая-то. Так точно! Здесь у нас вообще какие-нибудь нормальные танковые дивизии. Плавающие танкетки какие-то. Зачем нам плавающие танкетки? Т-37. Плавающая танкетка. У нас какие-то все солянки. А нормальных танковых дивизий даже нет, по сути. Что нам сейчас танковые дивизии делать? У нас и так опыта не хватает. В принципе, можем вот эти отправить. Штабная рота на легковушках. Саперы на грузовиках. Разведка на броневиках. Зенитки на легковушках. Кавалерийские танки. И мотопехота. Организация 7.5. Сейчас перефасуем немножко. Ну, короче, механизированные вот эти бригады отправим. Раз. Шесть штук. Я готов. Я готов. Организированная бригада. Организированная бригада. Так точно. Организированная бригада. Короче, три дивизии будут у нас с легкими танками. И три дивизии с кавалерийскими танками. А потом накинем общие мотопехоты. По дороге в Испанию. И пять авиакрыла. Четыре авиакрыла. А, стоп. Только что было шесть. Чё за хрень. А, это мы... Это мы националистам можем шесть дивизий отправить и пять авиакрыльев. Охренеть. А своим... А своим... Своим братьям по разу мы можем только пять дивизий отправить. И четыре авиакрыла. Л. Логика. Конечно, охранять логика. Почему такая несправедливость в мире существует вообще? Окей, ладно. Да что за хрень-то? Ё-моё. Что за дичь вообще происходит? Коллективизация. Чё у нас тут по фокусам на поддержку республики? Почему мы не можем отправить им добровольца? Да. А здесь перенателим туинскую промышленность на производство тракторов. Улучшение земель для сельского хозяйства. Потратим тысячу тракторов, чтобы добавить в Ижевске одну агроферму и плюс 2,5% стабилки. Так, и построим ещё... Построим ещё в Крыму два столетейных завода. Тяжёлая промышленность Госплана. Так, у нас потребление 2379 единиц энергии по производству 2300. Значит нам надо что-то немножко снизить. Производство стали. Короче, какая-то хрень у нас с гражданской войной в Испании. Потому что раньше у Советского Союза, по-моему, у меня был какой-то фокус именно на поддержку республиканцев в Испании. Чтобы нас было больше дивизий мы могли отправить. А сейчас вообще ничего нету. Только есть только уроки Испанской войны. Уже после окончания гражданки и всё. Больше ничего тут с Испанией связанного я не вижу. Или я слепой. Поэтому возьмём, пока будем прокачивать дальше вторую пятилетку, чем мы там возьмём. По фокусам здесь. Построим, может быть мы сейчас канал Москва-Волга получим фабрику одну в Москве. Совет народных комиссаров СССР 10 октября 1931 года постановил в течение шести лет построить сооружение, обеспечивающее водоснабжение Москвы. Построить порт в Москве и создать водный путь, соединяющий реку Москву с Волгой. После завершения строительства канала город Москва подключается к единой глубоководной системе России. Системе каналов и рек в Европейской части России, которая обеспечивает доступ к пяти морям. Белому, Балтийскому, Каспийскому, Азовскому и Чёрному морям. Короче, строим канал Москва-Волга, получаем фабрику в Москве, то, что нам нужно. Кстати, во время Советского Союза много таких каналов построили. Москва-Волга, это где-то вот так он проходил, да? Ещё во время Советского Союза строили Беломорско-Балтийский канал, Беломорканал. Вот это вот, по-моему, Беломорско-Балтийский канал. Из Белого моря в Балтийское. Через два озера, вот так вот. Вот, и ещё во время Советского Союза... Это в 30-е годы строили Беломорканал. Ещё строили Волгобалт, Волгобалтийский канал. Как-то его вот здесь вот. Тоже через эти озёра, как-то через систему озёр, как-то вот так его связывали. Вот здесь. Это в 40-е годы, там, перед войной и после войны строили Волгобалт. Вот, и ещё Волгодонский канал, Волгодонской канал. Вот здесь. Где Дон и Волга ближе всего. Но это уже в 50-е годы его построили. Это, типа, одна из великих строек коммунизма. Ну, у нас ничего нет с войной в Испании. Ввязаного. Что за хрень вообще? Бак, походу. Почему мы не можем поддержать... Вот, кстати, мне добавили национальный дух. Который... Ну, чтобы затянулась война реально. Чтобы не было тут спидранов никаких в гражданской войне в Испании. Типа, защита плюс 50% на национальной территории республиканцев. А, мы можем улучшить отношения с ними. Может быть, они согласятся тогда на добровольцев наших. Так, тут самураи опять катят бочку на нас. Второй раз уже. Ну, в принципе, у нас тут... У нас тут все готово. Блин. Нахрена они поставили другого командующего? О, наконец-то. Испанская республика просит, хочет помощи. Законное правительство Испании находится под атакой фашистских захватчиков. Наш народ требует, чтобы мы послали республиканцам помощь. Но какую помощь? Дивизии, оборудование. Отправляем и дивизии, и технику. А где решение-то у нас? Вот экономическая поддержка республиканцев. Отправить добровольцев. Тысячу добровольцев отправим. Республиканцам. И промышленная поддержка республиканцев. А, ну мы две фабрики здесь потратим. Ну, ладно. Я думаю, две эти фабрики окупятся. Прирост опыта у нас будет. Так, что-то у нас минометы не производится. Авиационных этих заводов сборочных нам не хватает, чтобы на полную мощность производить авиацию. Так, здесь мы базовые станочки изучили. Контроль качества на производстве. Либо... Так, промышленность. Какую мы берем промышленность? Рост эффективности производства. Блин, я даже не знаю, на самом деле у нас сейчас пока промышленность у нас не сильно... Ну, снаряжения-то нам, в принципе, сейчас хватает для всей нашей огромной армии. Может быть, лучше взять на стабилку тогда? Или на добычу ресурсов? Объем производства плюс 10%? М-м-м-м-м-м-м... Нам сейчас самое главное, это чтобы выполнить пятилетку. Для этого нам высокая стабилка пригодилась бы, потому что чем выше стабилка, тем больше у нас будет скорость... А, хотя на скорость строительства не влияет стабилка. На объем производства она влияет, стабилка. И на прирост политки. Ладно, возьмем сейчас гражданские работы первого уровня. Общественные работы. Первого уровня. Чтобы остановить падение стабилки. Так, ну че, мы отправляем, не отправляем, едем, едем, не едем к вам. Все, поехали. Слава богу, получилось. Одиннадцатые Олимпийские игры проходят в Берлине. Так, победа у Холомбоира. Очередная победа у нас. А, да, четыре авиакрыла. Четыре авиакрыла. Кого мы отправим? Две эскадрильи истребителей. Нет, даже три надо эскадрильи истребителей. Потому что здесь что-то в небе жарковато. Вот, итальянцы летают. И одну эскадрилью штурмовиков. Вот, итальянцы летают. А, кстати, возможно, мы с углем сможем решить проблему, если мы... Так, приписку прожмем. С углем мы можем решить проблему 660, то что может быть до использования угля для производства энергии. То есть, получается, если мы сейчас снизим напряжение, то есть будем меньше угля юзать для преобразования его в энергию, то получается, по идее, у нас будет больше запасов угля. Хотя, у нас все равно не хватает. Да, у нас все равно не хватает 190 и здесь 90 еще. Даже если мы полностью уберем, все равно не хватит угля. Нам надо... Так, в Краму больше пяти. Че, повоюем здесь? Пять. Продолжение следует... 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 «Мы работаем рука об руку с остальной частью Британской империи в рамках общей оборонной политики, и в этом отношении Южная Африка должна быть старшим братом остальной части Британской империи», — сказал Пироул. Далее он подтвердил, что позиция его страны не подлежит обсуждению, добавив, что о возвращении территории Германии не может быть речи. Но на самом деле там же, ну, в Южной Африке там же такая была большая колония этих поселенцев из Германии, ну, буры, да, от буры, которые большую часть белокожего населения Южной Африки занимают. Это выходцы из немецких территорий, из Германии, из Голландии, буры. Вот, и тут были такие довольно сильные настроения фашистские. Там это националистическая партия Южной Африки такая довольно правая была. Вот, и потом после, ну, режима протеида известный, то, что у них там был до 90-х годов режим разделения типа белых и черных. Вот, то есть такая российская довольно политика у них проводилась, но при этом они продолжали следовать в русле британской политики, не стали переходить на сторону фашистов. Все-таки здесь консервативные силы оказались сильнее, чем фашистские. Ну, даже фашисты, они, по-моему, такие были, не совсем, короче, не совсем про германские именно, ну, не совсем именно про гитлеровские настроенные. Короче, что там, 31 августа у нас. Уругвай предлагает посредничество в Испании. Уругвай предложил американским республикам предложить посредничество гражданской войны в Испании. В своем заявлении Уругвай заявил, что народы американского континента, которые были открыты и цивилизованы Испанией, не могут оставаться пассивными зрителями в конфликте, который может иметь международные последствия. Уругвай предположил, что если войны между странами могут заканчиваться примирительными решениями, то и гражданские войны также должны иметь возможность найти мирное разрешение. Предложение было сделано в контексте растущей обеспокоенности в Латинской Америке распространением фашизма и возможностью международных конфликтов. Неужели это проблема только Испании? Ну блин, у них в Латинской Америке тоже там своих этих фашистов хватает, что они тут-то это? Пусть решаются сначала свои проблемы. Здесь мы сами сейчас разберемся в Испании с этими фашистскими молодчиками испанскими, которые угнетают испанских рабочих, крестьян. Примаков и Путна арестованы. На первом московском процессе заместитель командующего Ленинградским военным округом Виталий Примаков и военный атташе Великобритании Витовт Путна были обвинены в членстве в Троцкистской военной организации внутри Красной Армии. Они были арестованы в августе 1936 года. Сначала следователи НКВД надеялись, что смогут быстро раскрыть остальных троцкистов в Красной Армии. Однако и Примаков и Путна проявили крайнюю стойкость, отказавшись признаваться и не назвали имен других участников переворота. Расследование на некоторое время застопорилось. НКВД должно работать усерднее. Так, у нас уже походу алюминий ушел в плюс, да. Суд над Троцкистско-Зиновьевским террористическим центром. После обширных расследований было собрано достаточно доказательств, указывающих на формирование антисоветского блока. Григорий Зиновьев, Лев Каменев и другие будут отданы под суд за предательство рабочей революции. Контрреволюционеры повсюду. Получим национальный дух, сталинская паранойя. Да, надо бороться с этим Троцкистко-Зиновьевским антиреволюционным блоком. Сейчас самое главное, чтобы у нас это, чтобы у нас чистка армии не слишком задебафала нашу армию в Испании. Так, и построим. Построим мы здесь. Что мы здесь построим? А вот, кстати, военные заводы у нас как раз будут там, где у нас это... Где нам нужны в Минске. Усилия по вооружению. Если вы умеете строить тракторы, вы можете строить и танки. Мы не должны допустить отставания нашего военного производственного потенциала. Короче, построим два военных завода в Минске, где нам нужно. Для этой самой... Для второй пятилетки. А здесь... Здесь мы возьмем... Вот эта штука нам нужна для доктрины Второй Мировой Войны, поэтому возьмем... Рассредоточенную атаку. С скидочкой. Ну что, где там наш? По маневренности мы проигрываем. А, кстати, кстати, кстати. Кстати, кстати, кстати. Подготовить... Подготовиться к програничному конфликту в Владивостоке. В Чи... И в Хам... В Хам... Где это вообще? А, это вот здесь. На границе с Кореей. Японской. Национальное строительство. Две фабрики. И получим, возможно... Фабрики. Но там, в Грузии, где нам не нужны фабрики для пятилетки. Повышение финансирования Лиги Наций. Улучшается у нас отношение со всеми членами Лиги Наций. Но это нам пока не надо. Так... Ну, кстати, в Ваниле, по-моему, чем не у стабилка, тем больше у нас фабрик уходит на ТНП. А здесь, по-моему, такого нету. Здесь, получается, стабилка нам, в принципе, не так нужна, как в Ваниле. Ну, у нас поддержка правящей партии падает тогда. Шанс забастовок увеличивается. Хотя там не сильно поддержка правящей партии. У нас там не сильно падает. 99% мы вообще можем не париться. Насчет поддержки правящей партии. У нас... 1% дерьма только есть какой-то... Зиновьевско-троцкистский блок террористический, контрреволюционный. Сейчас наши подъедут. Держись, Хосе Диас. Сейчас наши подъедут, дядьки. А можно еще отправить? Нет, больше нельзя пока. Я готов! Так, что у нас там? Блин, раньше здесь писали, сколько всего человек в армии. Сейчас не пишут. Направление нам здесь улучшить надо сразу. Что мы здесь будем делать? Куда мы едем вообще? К этим, я думаю, мы не успеем прорваться. Нам надо здесь... Пытаться вот здесь рассечь две эти группировки фашистов. Но у них есть, скорее всего, право прохода через Португалию. А, нету. Пока что нету. Пока что у них право прохода нет в Португалии. Но где-то, я помню, было или в ваниле, или в этом моде, но у них было право прохода. Ну, если мы вот здесь прорвемся, это будет мега круто. Вот так вот. А здесь пусть пока они держатся как-нибудь. Так, штурмовики на готове у нас. Вот, кстати, возможно, нам придется инфраструктуру строить. Поэтому возьмем-ка, мы изучим инфраструктурные работы первого уровня. Чтобы уголь производить. В должном количестве добывать. Нам нужно будет, возможно, инфраструктурные работы. Так, а добавим в эти дивизии. Механизированная бригада. И механизированная бригада Лайт. Добавим в них мотопехоты. А у нас нихрена нету. Кроме пулеметов. Ладно, сейчас им это поставим. Приоритет пополнения. Так, грузовички, грузовички, грузовички. Грузовички снабжения. Чё там ещё? Полевая форма. БТ-7. По 8 в год производится БТ-7 за нехватки заводов, моторов. БТ-7. БТ-7. ПО 8 в год производится. БТ-7. БТ-9. БТ-7. БТ-7. БТ-8. БТ-7. БТ-7. Внешнеполитическая и мирная сделка Искусственная сделка нашего министра странных дел Сделала практически невозможным для наших противников Оправдание каких-либо агрессивных действий против нас Мы можем публично объявить об этой сделке Что несомненно снизит любую общественную поддержку актов агрессии в Ливане Остановить этих поджигателей войны Либо пусть они дальше бряцают оружием Ну в Ливане поджигатели войны конечно такие себе Но ладно Пусть в Ливане начнется пацифистское движение Поддержка войны минус 2% Так сейчас куда мы еще можем политку подевать чтобы ускорить стрельство Так 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 мы можем перейти на призыв На с двухлетнего на один год службы Объем производства плюс 3% будет И скорость строительства плюс 1% будет у нас Вот так экономическая политика у нас ранее мобилизация Частичная мобилизация нам будет дана если мы построим 18000 тракторов Соберем Но здесь не все так однозначно потому что здесь У нас будет тогда больше фабрик но у нас будет медленнее строиться фабрики И политке будет меньше прирост Поэтому здесь все сложнее чем в ваниле Уровень национализации промышленности у нас центральное планирование экономики Инвестиции Регулирование иностранных инвестиций У нас иностранные инвестиции запрещены Иностранные инвестиции поощряются Скорость строительства фабрик плюс 4% Но здесь слишком 300 политки слишком дорого Регулирование иностранных инвестиций Иностранные инвестиции регулируются Меньше будет прирост политки но Больше объем производства на 2% И на 2% быстрее фабрики строятся Но хуже стабилка будет Нет тут здесь ничего не трогаем Торговая политика Фокус на экспорт Свободная торговля Протекционистская экономика Протекционистская торговля Автарки Автарки Экономия Так Мы можем больше на рынок На международный рынок больше товаров А но у нас и так больше всего 35% Вывели мы товаров на международный рынок Ну короче здесь только один вариант нам поставить Один год службы На 1% будут быстрее строиться все сооружения Поставим Штурмовики поднимем здесь Воздух Воздух Организация с армией не проведена полностью Из-за этого еще Ограниченная мобилизация требуется Ну блин Либо частичная мобилизация экономики Либо мировая напряженность 30% Ну короче мы не сможем поставить Не сможем мы поставить Так точно Готов Тройс 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 Чтоб мы успели Ивской области тоже Построим-ка мы еще один завод энергетический в Москве Еду у нас всю выкупают вообще И сталь тоже вообще выкупают прям Под ноль И нефть У нас закупы нормально бустят Фабрики нам Получается Так, что там у нас еще в минусе А у нас все в минусе Их водкам Урагуай вводит санкции против националистов В ответ на недавний арест и расстрел трех сестер уругвайского консула В Мадриде уругвай официально разорвал дипломатические отношения с Испанией Инцидент вызвал возмущение и осуждение в Уругвай Многие призывают к немедленным действиям Правительство Уругвай заявило, что безопасность и защита его граждан за рубежом Имеют первостепенное значение И такие действия испанских властей недопустимы Этот шаг, вероятно, еще больше обострит отношения между двумя странами Которые и без того были напряженными из-за гражданской войны в Испании Что-то я не понял Расстреляли сестер уругвайского консула в Мадриде Так Мадрид же контролирует с республиканцами То есть, типа, уругвай вводит санкции против республиканской Испании, что ли? Или против националистов? Что-то непонятно здесь Ладно Продолжаем Давить танками всю эту фашистскую нечисть Что тут у них вообще по этим? У националистов, кстати, бонуса нет такого Вот этого, то, что у них У республиканцев, типа, вот это вот Защита плюс 50 на национальной территории У националистов такого бонуса нет Это несправедливо, потому что, получается Ну, если бы сделали обеим странам Чтобы, ну, типа, защита была плюс 50 Чтобы гражданская вина затянулась реально Как она была до 39-го года А так Если только одной стороне добавили То это несправедливо, я считаю Надо же быть объективным А не предвзятым Так, окей Мы тогда сделаем вот что Мы тогда Мы тогда сейчас сделаем По-честному Мы тогда добавим обе Испании Мы обе Испании добавим на усиление И добавим им поддержку воины 100% Вот, чтобы обе стороны были, как бы, более-менее в равных условиях Чтобы они до последнего вздоха сражались Реально, обе стороны Мы их бафнем на поддержку войны Обе Испании Вот, я думаю, это будет честно Тут поддержка войны высокая Тут вообще 100% Так, чё, у нас Может какие-то фокусы появились на войну в Испании Ничего не появилось Подокачаем дальше пятилеточку У нас энергия, да Ну, построим Иваньковское водохранилище Построим одну ГЭС В Калинине Ну, это Тверь Тверская область Иваньковская Это где-то вот здесь Севернее Москвы Иваньковское водохранилище На заводах обнаружены вредители Сообщения о том, что вредители замедляют производство На ряде заводов Стали слишком громкими Чтобы их можно было игнорировать Как нам действовать, чтобы обеспечить достижение Наших производственных целей Закрыть заводы Для полной проверки Но мы две фабрики Невременно потеряем Либо Во всем виновата министерство Тогда Мы потеряем Министра Серго Орджоникидзе Но вообще Исторически нам надо было выбрать этот вариант Но нам фабрики сейчас нужны Чтобы пятилетку выполнить Потому что Серго Орджоникидзе Его Насколько я помню Не репрессировали Это один из таких соратников Ленина, Сталина Такой старая гвардия Короче И у меня тут недалеко улица Имени Орджоникидзе Тоже названа Я сомневаюсь, что если бы его Репрессировали То его честь улицы бы называли Если это конечно этот Орджоникидзе Самый известный который Ну короче Нам Орджоникидзе Нахрен не нужен Он особо Не особо полезный нам Поэтому Расстрелять его Британское соглашение О невмешательстве Великобритания сдала декрет О том, что все страны Не должны вмешиваться В гражданскую войну В Испании Испанцы должны Сами решить Свою судьбу Без давления Извне О Мы не позволим Каким-то Британским Чайхлебом Указывать Что нам делать Ну реально Как мы можем Бросить на произвол Судьбы Испанских Рабочих И крестьян Которых Притесняют Фашистские Молодчики Что за бред Англосаксонский Бред Какой-то Блин, они походу Успеют здесь Подогнать дивизии Хотя Может быть И не успеют Что у нас там По Что у нас По укомплектованности Кстати Пехотных орудий Не хватает Пехотки Не хватает Грузовиков Не хватает Танков Хватает Пехотных орудий Не хватает О, блин Нам их Нам их реально Не хватает Блин Заводов Нам надо Военных Подкинуть Желательно Было бы Ладно Сбросим Несколько Заводов С авиации Саратов Строится Москва Строится В Саратове Надо еще Построить Чтобы Успеть Вот Военный Завод Как раз Построим В Саратове Так Тут надо Все рассчитать Так Чтобы Нигде Не это Самое Так Иностранные Инвестиции В строительство Еще одну Фабрику Построим В Минске В Минске Получается В принципе Мы уже Наверное Все выполнили Да 3, 6, 7 Будет у нас В Минске У нас будет 7 А требуется Еще две Построить Ну вот Как раз Вот Двигло Мы построим И все Да Минск Мы успеем Минск Хрен с ним Надо Саратов Сейчас В это Во всю Ивановскую Прыть Строить Саратов И Так Киевская Промышленная Область Вот В Киевской Промышленной Области Вообще Капец Как не хватает Нам В Киевской Промышленной Области Построим Еще Военный Завод В Киевской тут еще можно прожмякать так мы 10000 ну короче мы где-то 11000 12000 мы сделаем и потом еще у нас будет год то есть еще по 400 если в неделю то получается 1212 тысяч мы сделаем 22000 до получается с такими темпами нам нужно 25000 тракторов принципе мы где-то в начале следующего года еще один еще одну фабрику перепрофилируем и все будет у нас нормально так займем небольшой участок территории у японцев отожмем из-за нашей победы благодаря нашей победе приличном конфликте но зато у нас появится этот строительные ячейка да вот в чеченской области еще одна ячейка мы сможем больше при промышленности здесь построить потом когда будет эвакуация промышленности на восток и перенести сюда часть промышленности возможно можно будет перенести в отчет еще можно реформировать наше военное командование увеличение телефонов на три единицы будет через 25 дней ну окей при формируем так чет еще интересного больше ничего вроде пока интересного нету пытаются нас остановить фашисты здесь фашистское отродье эмбарга на германию нет пока что мы с германией будем поддерживать нейтралитет так позволим люксембургу дальше бряцать бряцать оружием люксембург один из разжигателей войны дальше фокус фокус вот фокус плюс пять процентов скорость 300 фабрик но далековато он просто находится а эту требуется требуется одно из а ну хотя одно одно из этих требуется ладно пока что подождем с фабриками ладно возьмем все таки наверно фокус вот на этот вот выйдем здесь на фабрика в москве где нам нужна фабрика все равно для пятилетки так как для этого нам нужно сначала улучшить улучшить железнодорожную сеть улучшить железнодорожную сеть скидочки скидочки результаты нашего первого пятилетнего плана превзошли наши ожидания масштабное развитие тяжелой промышленности дало советскому союзу гораздо более сильную позицию для обороны но советская железнодорожная сеть столкнулась с некоторыми критическими узкими местами у наркомата путей сообщения народного комиссарта путей сообщения есть амбициозный план как закрыть эти узкие места и обеспечить защиту нашей родины короче один этот в архангельске построим узел снабжения тут инфраструктуру железной дороги построим ладно лишними не будут ну че прорвемся мы здесь вот сюда хотя бы они здесь уже бегут на помощь закрывать дырки на фронте на самом деле у нас по промышленности тоже не все гладко слава богу что нам резина не требуется хотя бы для самолетов но для для легкой авиации резина не требуется только для тяжелой авиации вот так бы мы бы сейчас вообще бы припухли от нехватки резина короче нам вот эти нужны грузовички и грузовички снабжения нам нужны по два в неделю мы делаем грузовика охренеть не это что-то как-то надо было все-таки брать промышленность ну сейчас возьмем промышленность а мы здесь не сможем промышленность надо вот здесь ждать придется так точно так точно так 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 Торговое расследование Лиги Наций. Ассамблея Лиги Наций начала расследование вопроса о равном коммерческом доступе всех стран к определенным видам сырья. Расследование было предложено с целью уменьшения препятствий для международной торговли и коммуникаций, включая отмену систем квот и валютного контроля. Ассамблея Лиги рекомендовала проводить политику, направленную на восстановление прочного равновесия между экономиками различных стран. Развитие международной торговли и закладку более прочных основ стабильности экономических отношений. Это было частью более широких усилий по развитию международного сотрудничества и экономической взаимозависимости, что считалось крайне важным для предотвращения нового глобального конфликта. Лига Наций признала, что экономическая нестабильность и конкуренция были основными факторами начала Первой мировой войны и была полна решимости предотвратить повторение подобной ситуации. Торговля это путь к миру. Улучшение торговых отношений у нас со странами Лиги Наций. Ну что, они тут успели, подогнали они здесь дивизии. Не, жара мы уже не зададим здесь. Они уже тут, они уже там это. О, как я. О, как я. О, как. О, как. А че у нас Иван Конев дает минус 10 к организации? Че такое? Что-то я не вижу у него здесь минус 10 к организации. Странно. Нам сейчас главное успеть хотя бы хоть что-то сделать до начала чисток, потому что чистки в Красной Армии начнутся и все, капец, у нас организация вообще будет единица. Сейчас хотя бы 11 единиц, а то это мало как бы, а будет вообще единица. Мы подогнем. Блин. Готов? Бельгия. Бельгия проводит политику самообороны. Сегодня Бельгия провозгласила политику самообороны и свободы от союзов. Страна приняла это решение в ответ на перевооружение Германии и комплексную милитаризацию Италии и Советского Союза и как следствие этого необходимость принятия исключительных мер предосторожности в большинстве государств, даже намеренно мирных, нейтральных, таких как Швейцария и Нидерланды. Бельгию особенно встревожила трансформация методов ведения войны под влиянием технического прогресса, особенно в авиации и автомобилизации. Наступательные операции вооруженного конфликта теперь имеют силу, скорость и масштабы, которые вызывают особую тревогу в странах с такой военной слабостью, как Бельгия. Кроме того, занятия Рейнской области Германии и перенос исходных германских военных баз на бельгийскую границу усилили беспокойство в стране. Бельгия наблюдала потрясение основ международной безопасности из-за нарушений свободно подписанных конвенций и почти невозможности приспособить положение пакта Лиги Наций к подавлению этих нарушений. Короче, Бельгия наблюдала беспомощность Лиги Наций в предотвращении вооруженных конфликтов. Наконец, внутренние разногласия некоторых государств рискуют запутаться в соперничестве политических и социальных систем других государств и развязать более острый и разрушительный пожар, чем тот, от которого мы все еще страдаем. Хозяева своей судьбы. В Бельгии социал-демократы правят? Да ну нафиг. Что-то мне не верится, что социал-демократы могут править. Выгодная сделка. Так, что мы тут можем сделать? Они сейчас контратаковать будут здесь, на этом выступе. Так, стоп, что у нас там? Саратов, Саратов, Москва, Киев, Киев, Москва, Минск. Ну, здесь пока что ничего интересного нету. Лес, лес, лес атака. Минус 30%. Блин, тут рискованно. Тут немцы атакуют. Забиранная дивизия, вот это вот. Бериатас. Это, кстати, португальские добровольцы, вот это вот. Португальские фашистские молодчики. Это тоже жирная дивизия. Пехота до хрена. Блин, не знаю, куда нам здесь атаковать. Не, мы здесь не пробьем сейчас. Только если вернуться и вот здесь попробовать. Дальше. Так, дочь. Выходим. Мирно. Я готов. 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 Противотанковые ловушки со скидкой изучим Вся пехота противотанковая атака Плюс 5% будет Хотя Ладно Попробуем на контратаке здесь выбить Так, операция по внедрению в правительство Литвы прошла успешно Мы получили 25 политки Так, бустанем здесь коммунистическую идеологию А этих отправим Да, строить разведсеть Хотя Стоп, 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 стоп Тоже здесь Так точно Опять у нас борьба с вредителями продолжается Кто у нас на этот раз накосячил На этот раз нас накосячил Министр Карл Бауман Не смог Заранее Разоблачить вредителей Поэтому мы его Расстреливаем Так точно Я готов Не стоим! Выйдем! Выходим! Не стоим! Выйдем! Смирно! Путешествие Андре Жеде Андре Жеде Французский писатель Приехал в Советский Союз в качестве гостя Союза писателей Советского Союза Но его книга Ретур Дель СС Выпущенная им в октябре 36-го года Содержала большую критику Советской власти Какая ложь Но он реально там что-то напридумывал Я не знаю Он вообще должен был сказать спасибо Что мы его живым вообще Отпустили из нашей страны В Германии бы его с такой фамилией Сразу расстреляли вообще Только за фамилию А у нас он там еще что-то Что-то еще булькает там недовольное Недовольство проявляет Какое-то Совместная промышленная политика с Бельгией Сегодня наш министр странных дел Встретился со своим коллегой из Бельгии Прежде всего речь шла о гармонизации промышленной политики наших стран О развитии взаимодействия наших стран в промышленной сфере Это даст обеим нашим странам преимущество перед их глобальными конкурентами Отличная работа Получаем 10 политики Ох, ё, у нас тут воздух покраснел Немцы подогнали свою авиацию сюда Янкель 51 Может мы еще можем авиацию закинуть? Нет Мы подогнем Так, изучим здесь Телефонную связь Со скидкой Скорость пополнения Скорость планирования Быстрее будет И организация плюс два Всех штабных Рот Так, мы можем, кстати, отправить еще добровольцев По идее Китайскую Советскую Республику Одну дивизию Можем отправить Иван Грязнов Ну-ка, сгоняем В Китай Сейчас Так, вот сейчас получим фабрику Где нам нужна фабрика Модернизировать Модернизировать Динамо Этот завод был основан в Москве 12 мая 1897 года И первоначально назывался Центральная электрическая компания Современное название Динамо предприятие получило В 1913 году После Октябрьской революции Завод был национализирован К 1932 году Завод выпустил Первые в СССР Тяговые электродвигатели Для электровозов А 6 ноября Был построен Первый Электровоз Советской конструкции ВЛ-19 Постоянное развитие Этого передового завода Является приоритетом Электромеханической промышленности Нашей Динамо-машина Построим Одну электростанцию И Одну фабрику В Москве Ну-ка можно Или нельзя отправить Можно Не, оборону Блин, хреново Они вот здесь прорвались Они сейчас Барселону Отрежут От основной Испании Что, надо Перебрасывать Нам тоже дивизии Сюда Здесь еще Итальянцы На флангах Обороняют Короче Здесь прорыв Отменяется Надо нам Спасать Барселону Походу Не стоим Идем Продолжаем Атаку Продолжаем Атаку Заводим Да Минус Две дивизии Мирда Так точно Мирда Что-то они позиции без боя Побросали здесь Блин, за такое у нас расстреливают За оставление позиций без приказа Что за фигня вообще Вышли из клетки просто Как-то это не по-советски Австрия подтверждает продолжение Сотрудничества с Германией Канцлер Австрии Курт фон Шушник Сегодня подтвердил готовность Своей страны сотрудничать с Германией По вопросам, связанным С их общей государственностью Он подчеркнул, что Соглашение от 11 июля между Австрией и Германией Должно оставаться ясной и недвусмысленной Линией политики И что политическая мудрость Не должна отклоняться от нее Ни при каких обстоятельствах Заявления канцлера прозвучали На фоне растущей беспокойности По поводу экспансионистских намерений Германии в отношении Австрии И опасений по поводу Возможного союза между двумя странами Однако заявление Шушника Похоже предполагает, что Австрия Открыта для сотрудничества с Германией Только по определенным вопросам А также заявляет о своей Приверженности Сохранению Независимости Австрии Тревожные новости Готовы Стройс Продолжение следует... Президент Рузвельт выступил с речью в Рио-де-Жанейро. Президент Рузвельт произнес речь в Рио-де-Жанейро, подчеркнув важность поддержания как внутреннего, так и межнационального мира в Америке. Он призывал дружественные страны региона работать над достижением прочного мира и сторониться вооруженных конфликтов. В своей речи президент Рузвельт признал необходимость предотвратить повторение ужасов войны и обеспечить мир для будущих поколений. Он подчеркнул принцип взаимозависимости между странами и важность поддержания хороших отношений с соседними странами. Президент Рузвельт также подчеркнул экономические, интеллектуальные и духовные преимущества международного сотрудничества и призвал страны Америки работать вместе для достижения общих целей. Он подчеркнул, что хорошие соседи составляют хорошее сообщество, и что принцип взаимозависимости имеет первостепенное значение как во внутренних, так и в международных отношениях. Речь была хорошо принята аудиторией в Рио-де-Жанейро и послужила призывом к действию для стран Америки, направленным на достижение более мирного и процветающего будущего. И, по-видимому, предстоящая панамериканская конференция должна будет стать ключевым форумом для дискуссий на эту тему. Кажется, США лидирует на американском континенте. Не, не факт, что у нас получится победить, на самом деле, в Испании. Что-то тут как-то вообще хреново у нас дела идут. Пожар. Хрустальный дворец сгорел. Трагедия произошла в 20.00. Во дворце начался небольшой пожар, который, благодаря ветру, быстро превратился в бушующий ад. Около 80 пожарных пытались потушить пламя, но ничего не вышло. Многие шедевры, в том числе шедевры Пакстона, расплавились в огне. К счастью, никто не погиб в этой трагедии. Некоторые люди говорят, что причиной была горящая на полу сигарета, а некоторые даже говорят, что это была ирландская республиканская армия. Но это не было подтверждено британским правительством. Это конец целой эпохи. Кристальный дворец. Крустальный дворец сгорел. Так, следующий фокус у нас... По идее, вот этот вот. Добавим еще один тракторный завод в Биробирджане. Биробирджан это у нас еврейская автономная область. Где-то вот здесь, по-моему, он... А, нет. Вот здесь. Вот здесь Биробирджан где-то. По-моему. Да простят меня биробирджанцы, если я не прав. А, вот, да, Биробирджан, точно. Ну, короче, мы по этому фокусу можем построить здесь тракторный завод. И у нас скорость строительства фабрик будет плюс 5%. Но только в этом регионе, только в Биробирджане будет у нас скорость строительства плюс 5%. Ну, в принципе, 8 дней получим тракторный завод целый. Я думаю, это нормально. Даль-Сельмаш. Новому городу Биробирджану нужен крупный завод, чтобы обеспечить рабочие места и удовлетворить потребности народного хозяйства региона. Даль-Сельмаш даст название всей территории города. Мы построим его как транспортный завод с целью обеспечения близлежащих и дальних деревень паровыми двигателями и одноплошадными повозками какими-то. В сложных климатических и погодных условиях на этом предприятии необходимо создать механический деревообрабатывающий и кузнечный цеха. Это, короче, Даль-Сельмаш. Это сейчас Биробирджанский комбайновый завод. Вот. Не, мы здесь ничего не сможем сделать, скорее всего. Ну, до хрена просто дивизии. Так, точно. Проходим. И они броню пробивают. Ё-о-о-о, тут какой котёл. Минус 5 дивизий республиканцев. Ну, короче, помянем Испанскую Республику, походу. Здесь, даже если мы здесь прорвёмся к Португалии... Да, всё, Португалия уже предоставила право прохода. Даже если Португалия не предоставила право прохода фашистам, они бы снабжение получали через Кадис. Поэтому здесь уже... Здесь уже мы мало чем можем помочь, к сожалению. У нас стабилка там улетает куда-то вообще, куда-то в ноль. И мы её не можем остановить. Так, 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 так... Артиллерийский, военный артиллерийский завод. Вот две фабрики здесь. То, что нас интересует. И завод Двигла есть у нас. Вот сюда надо идти нам. Хотя вот здесь тоже фабрики есть. Ладно, берём, короче, мы фокус... Фокус на массовом образовании. Масштабное улучшение образования. Строительство тысяч школ, академий и высших учебных заведений, кинотеатров, театров и культурных учреждений для простого народа. Скорость исследования плюс 5%. Национальный дух у нас появится. И 150 политки мы куда поставим? 150 политки мы поставим... На стабилку. Можно Сталина поставить министром внутренних дел. Министром пропаганды. Плюс 10 стабилки сразу нам даётся. Поддержка войны минус 7%. И в composу своему cardinalизацию. ... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тут еще надо ставить так, чтобы продумать, чтобы тех, кого мы там репрессируем, чтобы не получилось, что мы их зря поставим на должности, потом мы их поставим, потратим 150 политкой, а через месяц их расстреляют, и это же будет вообще не прикольно. То это тоже надо учитывать. Причем надо учитывать то, что могут быть репрессированы те, кого в реальности мы не репрессировали. Просто нас поставят перед выбором либо типа минус 10 заводов, либо давайте расстреляем Хрущева, которого не репрессировали. И что, мы будем минус 10 заводов, что ли, брать? Короче, поставим. Сталина, министр внутренних дел. У нас будет прирост политки и стабилки, но при этом по 100 человек в неделю еще будут расстреливать дополнительно врагов народа. Так, приписку. Построим. Топливные хранилища, кстати, нужны будут, потому что нам нужно будет, чтобы выполнить пятилетку. Там надо, по-моему, чтобы у нас было определенное количество горючего, да. Топливные хранилища возьмем. Правда, это не срочно. Это не так, чтобы прям срочно. Так, монгольскую промышленность на трактора переведем. Построить два стрелетейных завода в Сталинграде. Улучшение земли для развития сельского хозяйства. Да, стабилка плюс 2,5%. Так. Вредотвратить коллапс правительства любой ценой. Типа за счет объема производства мы, короче... Ну нет, 5% стабилки нет. Дополнительные фабрики для товаров народного производства. Так, тут надо посчитать, что выгоднее на самом деле. Здесь у нас 5% добавится, а здесь добавится 70 дней. Это получается 8%. 9% где-то стабилки добавится. Но не сразу. Ладно, прожмем. Сосредоточься на проблемах простых людей. И предотвратить коллапс правительства любой ценой. На рост стабилки. Потому что, блин, если стабилка... Чем ниже стабилка, тем выше вероятность забастовок. А если забастовка прокнет, то у нас будет капец. Я помню, что если забастовка начинается, то там сразу все... Останавливается строительство сразу. Там на месяц или на сколько там. Сейчас у нас вероятность забастовки 14%. Это хреново. Поэтому. Поэтому надо предотвратить коллапс правительства любой ценой. Вернуть землю под жилищное строительство. Ну, со счет одной фабрики. На рост стабилку тоже. На рост стабилки. Ладно. Все, короче. Осталось 20 дней до нового года. Мы проигрываем в Испании. Так, Нобелевская премия за 1936 год. Нобелевская премия за 1936 год. Настоящая сенсация случилась на церемонии вручения Нобелевской премии. Нобелевский комитет принял решение, которое затмило все другие решения, поскольку он решил задним числом присудить Нобелевскую премию мира от 1935 года, которая не была присуждена в прошлом году Карлу фон Осетскому. Если кто-нибудь когда-нибудь работал, боролся и страдал за мир, так это хиленький немец Карл фон Осетский. В течение почти года комитет Нобелевской премии мира был завален петициями от социалистов, либералов и литераторов всех мастей о выдвижении Карла фон Осетского на премию мира 1935 года. Их лозунг «Отправьте премию мира в тюремный лагерь». Нобелевская премия мира за 1936 год была присуждена господину Карлосу Сааведре Ламасу, министру иностранных дел Аргентинской республики. Таким образом, премия досталась государственному деятелю. Следует признать, что принципы, лежащие в основе антивоенного пакта Сааведре Ламаса, выдержали практическую проверку на южноамериканской земле и под его личным руководством, делая заявление по поводу получения Нобелевской премии Сааведре Ламас, поставил масштабные задачи на будущее. Он все еще человек в расцвете сил. Его недавние достижения в политике мира дают нам право надеяться, что его необыкновенные энергии и целеустремленность позволят ему внести еще больший вклад в установление действительно прочного мира между народами. Нобелевская премия по физиологии и медицине 1936 года была присуждена совместно с Эру Генри Халли Тудейлу и Отто Лоу из-за открытия, касающейся химической передачи нервных импульсов. Нобелевская премия по химии 1936 года была присуждена Петеру Йозефу Вильгельму Судебаю за его вклад в наши знания о молекулярной структуре посредством его исследований дипольных моментов и дифракции рентгеновских лучей и электронов в газах. Нобелевская премия по литературе 1936 года была присуждена Юджину Гладстону О'Нилу за силу, честность и глубокие эмоции его драматических произведений, воплощающих оригинальную концепцию трагедии. Нобелевская премия по физике 1936 года была разделена поровну между Виктором Францем Гессом за открытие космического излучения и Карлом Дэвидом Андерсоном за открытие позитрона. Поздравляем всех победителей. Жалко, советских граждан среди них нету. Пока нету. У нас все еще впереди. Советский Союз это молодое государство, но очень перспективное. Я бы так сказал. Возьмем доктрину оперативного взаимодействия. Это, конечно, капец, очень печально. Не, ну мы вроде как прорываемся, но там у них за спиной еще куча дивизий. Я готов. Выходим! Так точно! Не стоим, идем! Ну да, они сразу контратакуют, это альянса здесь. Выходим! Так... Так... Троцкий выслан из Норвегии. После того, как Лев Троцкий в очередной раз отказался принять более строгие условия в выдвинутой Министерством юстиции Норвегии для его дальнейшего пребывания в Норвегии, было решено не продлевать ему визу, в результате чего Троцкому пришлось покинуть страну. Троцкий был интернирован в течение последних нескольких месяцев после того, как его обвинили в незаконном вмешательстве во внутренние дела Норвегии. Среди прочего, его обвинили в том, что он продолжал работать без разрешения над книгой под названием «Преданная революция», в которой он проанализировал о перерождении Советского Союза первого рабочего государства в бюрократический режим. Сообещается, что Троцкий получит убежище в Мексике в необъявленном месте. Никто не хочет видеть его у себя. Да это просто сумасшедший какой-то лазит по Европе, бегает. Его же реально отовсюду выгнали поехавшего дядьку. Я чувствую, он долго не проживёт с такими мыслями в голове. Контрреволюционными. Мемецкая дивизия стоит в самом месте удобном, где мы могли бы атаковать. Так, а есть какие-нибудь решения ещё на помощь республиканцам? Именно. Смирно! Межамериканская конференция по поддержанию мира состоялась в Буэнос-Айресе. После трёх недель обсуждений и переговоров 23 декабря завершилась Межамериканская конференция по поддержанию мира в Буэнос-Айресе. Конференция была создана президентом Франклином Д'Лано Рузвельтом и имела целью создать основу для поддержания мира в западном полушарии. В ходе конференции делегаты из 21 страны обсудили различные темы, связанные с миром, включая образование, международное сотрудничество, коммерческую политику и роль международного права. Основной целью конференции было недопущение войны в западном полушарии и продвижение общей политики нейтралитета в случае войны. В своём заключительном слове президент Рузвельт подчеркнул важность добросовестного соблюдения обязательств между странами как основы международного порядка, который опирается на моральный закон, высший из всех законов. Он также подчеркнул необходимость практического международного сотрудничества для предотвращения деградации нравственных принципов, которые ставят под угрозу национальный характер стран и поведение стран. Результатом конференции стало принятие пяти мирных предложений, которые обеспечили бы адекватный мирный механизм, включая протокол о мирном разрешении споров и резолюцию, призывающую к созданию международной конференции для поддержания мира в будущем. Делегаты выразили свою приверженность принципам и целям конференции и пообещали работать вместе для поддержания мира в западном полушарии. Это начало новой эры для Америки? Ну, возможно, да. Так, у нас военный завод освободился. Куда мы его поставим? Мне что-то у нас реально какие-то минуса такие. Надо как-то под это подтягивать промышленность. Раскочегаривать промышленность надо. Уже тридцать седьмой год, но хотя тридцать седьмое еще время еще есть. Ну, тут как обычно все. Сейчас пока нечего исследовать, а потом сразу все, надо будет исследовать, и мы будем не успевать. Сианский инцидент. Генерал Джан Сюэлян удерживает Чен Кэйши в качестве заложника в надежде, что Гоминьдан сосредоточит военные действия на японцах, а не на коммунистах Мао Цзэдуна. Это не то, что мы хотим видеть, мы должны поощрять усилия Джана Сюэляна. Не, ну как бы Чен Кэйши, он рулит всем этим, всем Гоминьданом. А это просто один мятежный генерал, который вот северо-восточной армией управляет. Северо-восточная армия это... Где она вообще находится? Вот она. Это маленькое такое государство. Псевдо-государство. То есть как бы из-за одного маленького вот этого псевдо-государства портить отношения со всем Гоминьданом нам нет смысла, поэтому это не то, что мы хотим видеть. Здесь мы пока что будем Чен Кэйши поддерживать. Чен Кэйши поддерживать. Блин, нам надо больше авиации. Нам надо больше авиации бросать. А больше авиации мы не можем отправить. Мы тут ничего не сделаем, тут их до хрена просто. Вот здесь. Но с толку, что мы здесь прорвемся, если они здесь будут снабжаться через Португалию, что здесь снабжаться? Толку вообще никакого. Нам надо вот здесь что-то делать, вот это срезать. Здесь до хрена дивизий просто. Просто уйма дивизий. Не, здесь, скорее всего, наши полномочия уже все. Так, снабжение. Ну что, может танков добавить в дивизию? Но снабжение будет туда еще хуже у нас срывать. Ну окей. А, у нас даже опыта нету. Не пытаюсь, чтобы добавить роту снабжения и танков в дивизию войти. Так, а на грузовиках у нас роту снабжения пока что нет. Требуется 1300 легковушек, охренеть. Не, у нас только нету, к сожалению. А, уже 3 января, ладно. На сегодня все. Что-то пока что у нас, мне кажется, гражданская война в Испании идет к печальному концу.